На этом маршруте будет 5 единиц, сейчас при необходимости добавим 6 единицу при движении, поэтому я думаю, что интервал движения будет таким, который будет удобно для жителей электролейбуса. Сколько это коштует троллейбус и что-то, какие запутаны? Это электролейбус. Мы получили по лизинговой схеме с Укргазбанком, это государственный банк украинский. Кроме того, стоимость такого троллейбуса 245 000 евро. Я могу вам сказать, что мы очень тщательно подходили к отбору. У нас было очень много разных предложений. Все остальные троллейбусы стоили дороже или в качестве их было немного ниже. Поэтому это оптимальный вариант. И сейчас при проведении тендера европейской инвестиции, они тоже будут закупать такие лизы. Он подтвердил наше решение и тоже они берут у этого же производителя, потому что здесь есть соответствие цены и качества. А кто вырубник? Вырубник Бровары, но он собирает их. Здесь комплектация из импортных частей. То есть если говорить, допустим, о кондиционировании, это турецкая кондиционирование стоит. Если говорить о тех аккумуляторных батареях, на которых мы только что сегодня ехали, то это производитель Китая. Этот троллейбус имеет возможность подзарядки во время того, когда он движется по контактной сети. Вот мы едем с вами по контактной сети, в это время подзаряжаются аккумуляторные батареи. Потом мы постоянно ходим на аккумуляторные батареи, они расходуются. И дальше мы едем опять по контактной сети и все же подзаряжаются. И что это дает? Это дает преимущество нам. То, что мы этим троллейбусом не нужно проставить. Какой не нужно проставить, то есть на транспортный маршрут меньше единиц нужно для того, чтобы осуществлять транспортный маршрут на метр. Что позволяет нам организовывать маршруты именно длиной до 15 км запас хода. На аккумуляторных батареях при полной загрузке он может идти до 30 км запас хода. Сколько троллейбусов в рамках этого троллейбуса? В рамках этого троллейбуса мы получили 50 троллейбусов. 50 троллейбусов, которые выйдут всего до конца этого года. И следующий. Улица Дружбин Родьев, 231А. Улица Дружбин Родьев, 231А. Улица Дружбин Райкин обязательно приду aristения. Спасибо большое. Мне спасибо большое всех. Кстати, спасибо большое. Что делаете, конечно же. У нас есть гарантийные обязательства производителя, более того, наши технические специалисты, такое спецобучение. Есть совершенно новые для нас вещи, например, в случае, когда не понадобят систему управления аккумулятором, вам не нужно выдавать специалиста завода-производителя и так далее. Это может решиться прямо на линии через Wi-Fi, потому что он живет современном мире, и производитель это учет, он может, собственно говоря, корректировать то, что происходит. Каждый троллейбус выпущен этим заводом, завод видит у себя, если что-то происходит, у него, грубо говоря, загорается красная лампочка, что-то происходит с аккумуляторной батареей или система управления, это техническое стабление еще не может прийти. Ну, а основной, собственно говоря, такой же троллейбус, или автобус, как любой другой. Универсальная машина с хорошими качествами ходовые, с хорошими аккумуляторами, мы очень довольны, заверяют их испытания, последний инскоритель, мы очень крепко нагрузили эту машину и дали ей максимальную нагрузку, чтобы понять, что же будет спать. Наши технические стабилизации, в случае, да. Тем неожиданность, это 50 единиц подобного рода. Сколько маршрутов? Ну, у нас однозначно хватает на 4 маршрута, и дополнительно, мы еще раз задавали. Маршруты должны быть запасом, мы посмотрим, как работает этот, надо ли добавлять, от количества, там, зависит от, где мы сможем добавлять, где-то удлиняя, собственно говоря, в некоторых случаях, нам нужно создать целую начинку. Нам нужно дать тщательно машинный маршрут существующий, который будет работать как раньше, а часть будет уезжать чуть дальше и возвращать людей, то есть подбирая. То есть мы сможем комбинировать наши стандартные троллейбусы и запасы. Они создаваются, например, тоже рогами, да, если мы получаем 45-46 троллейбусы, то есть только районы, которые отдалены от этого места, они не нужны подзываться исключительно транспортным, просто, то есть мы можем переполвить, не говоря маршрута, это сможет скончаться ни одним жителями, ни другим, без потери в качестве. Я отходил ее на концепцию, да, когда вы... Мы это разобладываем служба движения, мы это готовим, смотрим на вопрос харьковчан и именно таким образом. Мы очень долго думали о закупке новых троллейбусах, но для этого нужно подготовить инфраструктуру, которой мы занимаемся каждый год, после последних двух лет, очень великим темпом и инфраструктуру с темпом наращивания. Нам нужно подготовить инфраструктуру под трамвай, инициатива, которую выслал Александр Медленович Ярославский с Геннадьем Дозвичем инициатива производства трамвая в Харькове, сучасных, надсучасных, очень полезных, очень полезных, мы рассчитываем то, что когда эти два года, когда дети молодые, мы два маршрута, трамвая не производятся, как улочки, которые вытекаются, и поступово будем закуповывать на Харькове новую, уже сучасную, насколько он не требует, потому что пассажир был в безопасности, комфортно и удобно пользоваться всем транспортом. Экспансия электротранспорта в Харькове будет, в любом случае, никаких поддержек приватных приватных привездах, данных привездах, данных привездах, данных привездах мы не будем делать, мы наступаем на самые болючие были места, вот этот маршрут, это как приклад, это один из самых прибитковых маршрута в месте. Мы работаем, много ремонтов, вы же все видите, Балашовский Петипрово, Московский проспект, наступного года обязательно нужно делать улицу Морозова, мы ремонтуем в различных местах в месте. Первый – это узелик, и этому была очень большая уважа последние 5 лет. Сейчас мы пойдем прямым полем, именно для того, чтобы прикладывать маршруты под наиболее новую, на сучасную транспортную. Можно еще одно вопрос? Скажите, пожалуйста, а чи плануется использование таких тролейбусов, как компенсацию на час ремонта маршрутов местного электротранспорта, тролейбусов, трамвайных, кто-то еще? Да, пусть. Пока еще не знаете, так? У нас сейчас, из всего 6, на какую компенсацию можно говорить? Ну, в планах так и есть. Если это будет еще один маршрут, то обязательно будем это разработать. Я говорю вам про то, что вы увидите, что приватные перевозчики не смогут контролировать. Мы будем развивать эту тему очень эффектно и очень много объемов, и мы будем рассказывать. И мы будем развивать эту тему. Субтитры сделал DimaTorzok